Друзья, в прошлой серии мы поехали на нашем Зелено V8 на автодром. Ураганили, было весело, но мы выяснили несколько технических конструктивных недочетов. В этой серии мы их полностью устраним и дадим реванш этой трассе. Я уже прокатился, если честно. Это просто божественная тачка у нас получилась. Сейчас все увидите. Итак, друзья, в прошлом видосе мы ездили на спортивный трек на нашем грузовике, на американском V8. Все было прекрасно, кроме двух моментов. Во-первых, у нас не было боковой поддержки никакой. И ездить без боковой поддержки по спортивному треку – это ад какой-то. Вы просто держитесь за руль, чтобы не улететь на бок куда-нибудь. И вы не можете поворачивать автомобилем. Поэтому в этой серии мы решили по приколу поставить сюда еще спортивный ковш и дать реванш на треке вот этой проблеме. В общем, нужно посмотреть, на что эта машина готова. Но в конце прошлой серии, когда Леха катался по треку, выявилась еще одна беда. Короче, что-то с коробкой. Переключение происходит так. Она сначала бьется в отсечку, а потом резко подрубает следующую передачу. То есть какая-то дикая задержка в коробке. Сейчас мы снимаем коробку, чтобы понять, что с ней. Точнее, мы навряд ли что-то поймем, но мы ее разберем и промоем гидроблок. Ошибок по ней нету, поэтому, скорее всего, какая-то механическая проблема, типа засора или где-то зависает клапан. В общем, нужно смотреть. Вскрытие покажет. Ничего вскрытия не покажет. Мы просто вскроем и промоем. И все, мы никуда не увидим. Что, гидроблок? Так мы на него посмотрим. Офигенный гидроблок. В общем, вскрытие ни хера не покажет. Все как обычно. Будем надеяться на удачу. Главное, чтобы коробка пережила такую эксгумацию. Кстати, вот, обратите внимание, в прошлом серии мы вам говорили, восстановленный разъем вот этот. Он там что-то впаял, прям, не разбирая этого разъема. Короче, вот, ребята в K78, я вам в прошлом видео забыл сказать, у них есть канал на YouTube, где как раз вы можете узнать о вот таких сложных, достаточно электрических работах по машинам и так далее. В общем, много всего интересного. Переходите, оставлю ссылку в описании на их канал, подписывайтесь. Много чего нового узнаете и интересного. Такие вот штуки ребята делают. А что говорят лучшие в городе? Вот сколько мы узнавали о там... Лучшие в Москве. Да, как нам отремонтировать коробку, нас все отправляли к ним стандартно. Так хера, себе бублик. Да, бублик, конечно, матер. Прямо всего, помимо коробки. Прям тыква. Слышишь? Ну. Помимо коробки, они же еще все разобрались с двигателем. Да, я говорил же, что они все отшили. Нет, как раз, так что отшили. Они сначала придумали, что отшивать. Нашли. На что ругается двигатель. Подтянули калибровщика. И тоже... Двигатель ругается на новых владельцев. Так, значит, на поддоне, на магните чуть-чуть минимальный какой-то. И то это даже не стружка, это просто какая-то мелкодисперсная шелуха. Но это нормально, пробег у машины дофига. Поэтому коробка в хорошем, в очень хорошем состоянии. Тут могли быть прямо ежи огромные. По гидроблоку у нас он присутствует, как вы видите. Это уже хорошо. Это точно специалист? Я да. Мы его снимаем, хотя не знаем как. Но ничего, ничего. Сейчас, друзья, вы увидите миниатюрку, которая называется Мы никогда не разбирали коробку автомат. Блять, ну нахуй. Лежи там, блять, вот ты. Да, вот. Вот тут сейчас будут шарики и пружинки. Самый лабиринтик интересный. Нет? 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 А что тут? Ничего. Мы решили обезопаситься немножко. Ты так это назвать решил? И делись готовыми. И поставить ее все-таки в такое положение. В таком положении скидывать гидроблок. Ой, пружинка, стой, стой. Так, а игра заключается в том, чтобы найти выход для шарика. Игра заключается в том, чтобы они в конкретном месте, конкретный шарик. А нам их надо достать. Чего? Да, и все промыть. Я домой? Я тоже. Наша задача все это промыть, не потеряв местоположение шариков. Но так как это невозможно, мы не знаем, что... Мы пока пойдем искать новую дорогу. Погадем. Да. Ты трейнинг, мэн. Аллилуйя. В общем, мы решили разобрать и почистить еще какие-то штучки с пружинками. Ой, как там все очень сложно. Там какая-то из пиписьки еще пиписька торшится. Это многочлен. Мы достали коленвал из гидроблока. Непонятно, что с ним делать пока что. Летенький. Но выработки нет, смотри. Мы зашиваем пациента. В общем, гидроблок мы разобрали и из него вытащили какие-то неизвестные нам детальки. Все помыли, собрали, ну, собрали так, как мы посчитали, что это правильно. И начали собирать все обратно. На пути сборки гидроблока обратно и вкорячивания его в коробку непосредственно, мы выяснили, что там болтики разные, они двух типов. И нам предстояло еще выяснить, какой и куда закручивать. Они разные немножко длины. Но я верю, у нас получится. Машина точно поедет. А так должно было быть. Пацаны, смотрите, как мы раскошелились. У нас прокладка новая. Да, она такая, подходит даже. Подходит даже? Странно. Она же от джиги. После того, как мы 4 часа вынимали коробку, нам предстоит ее теперь засунуть туда. Как это сделать, неизвестно, но сделать надо. На удивление, закинули коробку мы буквально за 15 минут. Вот это странная штука. Видимо, мы ее так замучили. Мы, наверное, ее так замучили, что она говорит, все, отстаньте. Вот вам. Ты что там делаешь? Я новую прошивку на бублик ищу. О, это Warface раздает новые бонусы? Ладно, спалил. Просто тут бублик подождет, я решил, что. Тут подарки, которые еще никому никогда не выдавались. Вы же знаете, Warface, проверенный временем, бесплатный шутер, который постоянно совершенствуется. Например, недавно переработали рейтинговые матчи, обновили систему прогрессии и даже сетевой код. Каждый может найти в Warface режим, который ему будет по душе, ведь в игре регулярно перерабатываются карты и внедряется новый как ПВЕ, так и ПВП контент. Так вот, сейчас приятный бонус для тебя. По ссылке в описании ты можешь забрать набор крутого и метрового снаряжения на один из классов на твой выбор. Такие наборы никогда не раздавали, поэтому не упускай свой шанс по ссылке в описании. Не упусти момент, акция ограничена по времени. Не важно, ты новенький или играл прежде, присоединяйся к выпускникам Warface по ссылке в описании. Качай Warface по ссылке в описании и получай эксклюзивные бонусы. Итак, коробка полностью собрана, пристегнута к мотору, все подключено. Осталось выяснить один нюанс, откуда лишний болтик и можно ехать. Йорик не очень пережил поездку по спортивному треку, но мы его может быть даже подлатаем еще. Давай, Йорик, держись, держи, конец кверху. Молодец. Дай пять. Блять. На удивление, коробка работает, что говорит о том, что любой рукожоп при наличии определенной удачи может разобрать, промыть гидроблок. Ну и поехали, собственно, дальше. Следующая наша остановка на стенде развал схождения. Мы решили все-таки настроить подвеску этого автомобиля. Поехали к нашим старым знакомым, которые могут настроить подвеску на любом самодельном корыте. У них есть целое портфолио вот этих самодельных крыльчевых дрифт, всяких корчей, прочей всякой херни, которую они без проблем настраивают. Кстати, я раз уж сюда заехал, заодно и Мерседес свой выставлю, потому что, да, там все по заводу, но так как выставляют здесь, не выставит больше никто. Ссылку оставлю в описании. Сейчас посмотрим, что у нас, с чем мы приехали, самое главное. Мне всегда интересно, когда мы полностью строим машину с нуля и впервые заезжаем на стенд, посмотреть, насколько мы правильно выставили геометрию. Потому что одно дело рулеткой померить, другое дело на стенде посмотреть. Назад, будущий. Делориан, делаем? Делориан, делаем? Да, да, отлично. У нас Делориан сегодня. Делориан, Делориан. Когда еще к вам Делориан приедет? Действительно, никогда, когда еще Делориан приедет. Делаем Делориан. Вообще мостик поставили ровненько, смотри, как хорошо. Да, так мы же рулеткой мельми в этот раз, не локтями. О, молодцы. Мы нашли рулетку. Слушайте, я вам в тату-салон заплачу специально, что вам на локте рулетку набили. Она была построена кривыми руками. Посмотрите, насколько все четко. Развал. Меньше полутора градусов, если бы я знал, о чем я говорил. Сейчас нам все это выставят вообще в идеал и будет классно. Учитывая, что машина среднемоторная, еще и с выставленным развалом, с хождением, со всеми делами. Будет прямо вообще пушечно рулиться. В общем, вот такая штука у нас появилась. Не смотрите, что есть две зелененькие и все остальное красненькое. Главное, что между ними все пропало. Все-таки кастомная машина. И выставить мы забили сюда. А, так мы же забили этот самый, назад в будущее. Вот он красненькое показывает. Я забыл про это. В общем, все выставлено настолько, насколько это возможно. На волговской подвеске все четко, все ровненько. На удивление, сварили мы все ровненько. Положение заднее, относительно переднее шикарное, великолепное. Но, в принципе, кто чего другого ожидал от тренинг-шоу. Спасибо огромное сервису. Сходи, разваливай. Ссылки на них я оставлю в описании. Мы поехали творить дальше вот это вот творчество. Да, назовем это так. Также спасибо Славке с его эвакуаторами. Он всегда нас выручает. И эта серия не обошлась без его помощи. Ссылку я оставлю в описании. Кому в Питере понадобится эвакуатор, обращайтесь к Славке. После развала уже можно, в принципе, ехать на трек. Но есть один самый главный нюанс. Как вы помните, в прошлой серии мы не могли рулить машиной, потому что не было боковой поддержки. И поэтому нам срочно понадобился ковш. Так, друзья, мы раскошелились. Мы купили ковш. Ковш, новый. Блядь, я не понимаю, что за дух в нас вселился. Зачем мы столько бабок складываем в это говно? Вы все равно это толком не смотрите. Нет, вы конкретно смотрите. А остальные ничего не понимают в колбасных обрезках. Короче, мы купили ковш. Я пока что на мандраже, потому что мне все еще жалко денег. Это же пиздец. Это сколько всего можно, сколько труб можно было купить на эти бабки. Он стоит бешеных денег. Плюс еще и четырехточечные ремни. Ну ладно, сейчас поставим ковш. Главное, чтобы он нормально встал. И держал нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух, нихуя, амалагация до 27-го года. Не хватало боковой поддержки. Сейчас будем смотреть, насколько она хорошо рулится. Да вообще идеально! Идеально, блядь! И даже левтовушка, на которой я ездил, так рулилась. Вообще шикарно! И не страшно уже! Да, она держит поворот! Я на 80-е еду! Поворот 90! Без проблем! Поворот 90! Просто небольшой слез, но когда ты в ковше, ты его контролируешь без проблем. Бля, какой кайф, друзья! Какой кайф! Мы построили шикарную тачку! Просто невероятно! Как мы это смогли сделать? Как она проходит поворот! Идеально, с удовольствием едешь! О, сейчас будет затяжной поворот! Переходящий в острый поворот! А дальше шпилька! В прошлый раз я тут погибал! Да вообще великолепно! Вообще без вопросов подработила она! Шпилька! Небольшой занос, но я его контролирую на 100%! О, как она! Да, там перед входом была лужа! Окрыль покрышки скисло ее! Но я ее поймал мгновенно! Она божественно рулится! Это какая-то потрясающая смесь! У нас достаточно мягкая и комфортная подвеска получилась! И при этом она безумно держит дорогу! Просто великолепно! Я теперь даже не боюсь заскудовать на выходе! Потому что мелкие сносы я ловлю мгновенно! Что мы построили! Я от нас такого не ожидал! Я немножечко... Охренел! Вот смотрите! Я сейчас слишком быстро поехал прямо! Так вот, в ходе поворота зацепил лужу! И пошло смещение! В последний момент я спустил тормоз, нажал газ и она сама закинулась в поворот! Я прям в удовольствие катаюсь! Прям реально в удовольствие! И так, друзья, мы покатались, накатались! Тачка просто божественная получилась! Она, наконец-то, нормально рулится! Ну, точнее, мы не выпадаем куда-то на бок! То есть, тачкой управлять одно удовольствие! Я вообще в шоке, что у нас такое получилось! Леха попытался разогнаться до сотки, замилить разгон! Получилось у него самый лучший результат 8,7! Проблема в чем? Проблема в том, что, как я говорил в прошлой серии, машина слишком легкая! И не хватает зацепа! Нужно колес, наверное, пошли! Нужно еще что-нибудь сделать! И вот именно поэтому сейчас будет самый неожиданный поворот для этого проекта! Уже придя домой, посмотрев на монтаж, я понял, что дальше ветер вообще нещадно начал дуть в микрофон и ничего толком не слышно! А там был самый главный поворот сюжета этого проекта! На протяжении всего этого проекта нам в комментах пишут, что сзади два моста это излишества! Либо их оба нужно подключить, что я уже 10 раз говорил нереально в нашем случае! Либо нужно убрать второй мост! И поставить сзади на единственный мост широкие лапти! Так мы решили сделать! Нужно отпилить хвостовик рамы, убрать второй мост! Но тогда мы сталкиваемся с проблемой, что сзади рама короткая, а перед слишком длинный! И, кстати, про слишком длинный перед тоже вы очень много писали! Поэтому мы решили укоротить и перед! Но так как там этот мотор слишком широкий и он не помещается в переднюю подвеску, собственно, поэтому у нас и вынос такой огромный, потому что рулевая машинка просто не проходила мимо мотора! Точнее, мотор мимо машинки! Что мы придумали? Мы укорачиваем жопу, оставляем один мост, ставим широкие лапти, укорачиваем морду, вытаскиваем этот V8 и ставим туда что-то наподобие M50 от BMW! Таким образом мы уменьшим общий вес, улучшим внешность автомобиля и M50 без проблем справится с этой машиной, потому что она вообще ничего не весит! На самом деле этот V8 даже излишне мощный для такого веса! Что делать с этим V8? Все очень просто! Мы уже купили для него Ford Focus! Второй проект, который будет идти, скорее всего, параллельно выходить, будет Ford Focus на V8 на заднем приводе! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не пропустите все грядущие ролики! По этому проекту и самое главное, мы сами ждем, когда нужно с ним строить наконец-то Ford Focus! Не забывайте по ссылке в описании получать эксклюзивные бонусы от Warface! Увидимся! О, это же Полтергейст! Я забыл текст! Погоди, это Warface новые подарки раздает! Вот, черт, блин! Да! Ты что там делаешь? Ты что, ебал ты? Ты как туда залез? Ты что там делаешь? Я прошивку новую на бублик ищу! Погоди, я не помещаюсь внутрь! А, это Warface новые бонусы раздает? Да, тут нет, блядь, иди в жопу! Так вот, сейчас приятный бонус для тебя! Обосы ногу! И скажи кукуреку, и получишь 100 рублей! Присоединяйся к встрече выпускников Warface по ссылке в описании! Все! Я этого не запомню последнее время! Давай, присоединяйся! Присоединяйся к встрече выпускников Warface по ссылке в описании! А, начало я забыл! Не упусти момент! Сидина! Что? Да! Сейчас! Не упусти момент! И все, иди на! Не упусти момент! Акция ограничена по времени! И пошел нахуй от! Не упусти момент! Акция ограничена по времени! И не важно, ты что? Блядь, я запутался на... Ты новенький или уже играл прежде? Ты новенький! Не упусти момент! Акция ограничена! И не важно, ты новичок или... По времени, а не просто ограничен! Ограничен ты! Не упусти момент! Не упусти момент! Акция ограничена по времени! И не важно, ты новичок или играл прежде! Присоединяйся к выпускникам автошколы Мотобот Да, автошкола Мотоблок Не упусти момент Не упусти момент Акция ограничена по времени И не важно, ты новенький или предыдущий Не упусти момент Акция повреждена Попал уже, блядь Теперь я касс А не обидится, если я это вставлю в конце А где будешь сюда, блядь Ошибка 404, блядь Вот хотя бы это скажи просто Качай Warface по ссылке в описании И получай эксклюзивные опусы Блядь По поводу прошлой серии Все так получилось И в общем я вызвался немножко провести Потому что Вадим на самом деле уезжал на несколько дней И в целом-то я никуда особо не просился А просто вызвался, чтобы это не была какая-то грустная картинка С закадровым текстом полвыпуска Но Вадим решил альтернативную версию придумать И отрезать мою, которая собственно там была в выпуске Да, Вадим? А ты вообще это сейчас к кому и к чему? Да я просто в целом Мысли вслух Но люди хотели, давайте типа, говорит, вдвоем ведите Ну вот я решил воткнуть Если кому интересно, куда я уезжал, то собственно знакомьтесь Это Луна Вот, сейчас она меня сожрет Луна это Амстав, девочка Ей сейчас полтора месяца всего лишь Она еще совсем маленькая Но зато уже какая красивая Посмотрите на нее Вот, да В общем, кому интересно про собачку Подписывайтесь на наш телеграм-канал Я там иногда про нее буду что-нибудь постить Да?